всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди и добро пожаловать на обзор варкапа под номером 220 карта без против спуктера это два каких-то челика очень стареньких которые между собой видимо каким-то образом воевали и у беса таких карты 3 конкретно мать маппера bleeding кайс по моему и я себе позволил немножечко включить музыку на фон посмотрим как это будет смотреться если вас напрягать не будет то в принципе в таком формате и будем записывать просто совсем в тишине возможно немножечко уныло и демки я сам валидировал чтобы не отвлекать димона от дуэльного турнира так как он уже стартанул в общем так такое вот большое предисловие получилось и давайте посмотрим на саму карту появляемся мы просто так без всего но подойдя ближе чуть ближе к стартаймер у мы получаем 200 плазмы и очень много battle сьюита это говорит нам о чем о том что никаких у нас препятствий чтобы туда добраться нету в общем то дают нам тут постоянно эти предметы и стартаймер находится где-то вот туда то есть вот стартаймер находится где-то тут дайм ресета нету и не знаю тут неудобно то что не вплотную к стене но это очевидно задумка маппера поэтому давайте посмотрим возьмем до конца здесь у нас два бортика где дают ракету и здесь дают ракету значит триггер а здесь не дают серьезно а окей то есть вот значит триггер примерно натянут отсюда то сюда до краешка прямо дают нам ракет дают ракет очень много батл свит у нас также есть падаем вниз здесь у нас рампа x-turk я специально замылил немножко чтобы картинка не распадалась и пробегая по прямому тоннелю еще одна рампа которую здесь на зеленый свет прикольненько все атмосферненько бес конечно постарался а вот я словил джей половить я его конечно же не буду и дальше у нас при вылете а при вылете конкретно вот здесь вот примерно у нас отбирают ракету отбирают все отбирают battle suit и заставляют нас прыгать по вот этим падам давайте собственно этим и займемся пропрыгиваем и после второго где-то да где-то видимо вот на этой полосе по куда нам дают возьму а запрыгиваем на этот пад нам дают еще и есть с battle suit и мы видим что впереди у нас большая стена по ней нужно проплазмить здесь у нас меняется на ракету да все все как-то заморочено вся карта немножко заморочена отбирают дают отбирают дают но ничего страшного думаю мы вследствие сейчас разберемся длина в ракету есть джампад который кидает на скорости полторы тысячи если мы падаем в воду вдруг нас возвращают обратно и вот здесь такой вот у нас финиш ну и давайте в общем то ну нет заново думал сразу начать говорить о прохождении невероятном количестве вариантов прохождения но это чуть попозже в общем то на старте в цпм очевидно что можно начинать с граунд буста точнее сплава с плазмобуста и собственно долетать туда но суть в том так давайте себе сделаю а музыку может немножечко там будет слышно но я так и хотел плазмобуст но но что-то вот он не получается вот видите если мы делаем его мы не долетаем либо долетаем надо очень постараться поэтому вариант какой есть если не задействовать стены то можем делать плазмобуст с плазмоджампу тогда мы по идее точно туда сразу прилетаем это не всегда увидите зацепляют ну может быть я немножко не проснулся сюда и не могу нормальный бюст сделать ну примерно либо но это очень заморочено естественно это не какой-то такой стопроцентный вариант поэтому я делал просто буст и немножечко плазмы в стену давал и давал себе вот так вот немножко высоты и в общем то и все здесь у нас дальше какой вариант по идее их тут не очень много если мы ну мы тут падаем нам дают там ракету и мы можем сделать гб а то есть стены об рампу получить где-то 1200 1300 и дальше жить бежать выглядит это примерно я как это выглядит мы конечно можем посмотреть выглядит это примерно так и вот самое интересное здесь я прямо все показывать не буду но я постараюсь просто словесно объяснить во первых но рассматриваем цпм да если мы делаем тут удовольжамп отстреливаем все от стены у нас очень быстро вверх выкидывает при условии что у нас очень много скорости у нас есть два варианта по идее либо это конечно просто приземлиться и начать прыгать но это очень медленно либо успевать отстреливаться либо от потолка либо от стены до триггера игр находится примерно на уровне лампы то есть мы должны вылетать и отсюда отстреливаться уже нападок примерно у меня выходило 900 упсов но этого обычно было недостаточно чтобы дальше как-то свободно перемещаться поэтому но от потолка та же самая история с краучем если делать вы хоть и летите нормально но к сожалению скорости маловато поэтому я остановился на одном варианте в демке в принципе увидим но я так словесно опять же поясню что что я делал я не делал здесь дабл джампа а как скоростью меня было 1800 и еще такой вариант можно не ждать падения вниз можно сразу стреливаться рокетом это технически технически более затратно в том смысле что уже совершает дополнительные движения но выходит как-то вот так вот то есть примерно также я делал с таким раскладом без дабл джампа на этой рампе я до рампы добирался быстро но высота здесь была не так скорость вертикальная здесь была не такая высокая чтобы не успеть отстрелиться от этой стены поэтому я просто вылетал делал небольшую дугу в воздухе и от этой стены отстреливался напады получалось около тысячи около девяти ста и как раз я там падал на третий под по моему а вроде как на треть третий под прыгал точнее приземлялся на третий на четвертый делал джамп и уже дальше там совершал рекорды так сказать давайте посмотрим что дальше здесь нам дают плазмы есть в цпм очевидно можно в принципе по внутренней стенке конечно на про плазмить можно по внешней если в случае если мы делаем здесь плазма boost то есть по приземлению сразу делаем плазму boost и начинаем плазмить то внешне в какой-то степени удобнее потому что нам не нужно будет менять направление направление движения мы как делали boost forward и right такие продолжаем плазмить потом а нет но . кучу а не во внутренней если мы по внутренней делаем то нам не нужно будет менять направление но у нас есть вероятность того что если мы делаем boost то мы можем отлететь немножечко в сторону да потому что boost он все равно он не прямо делается по дуге немножко поэтому мы можем попробовать точнее попробовать а мы можем отлететь от стены слишком далеко и начинать допустим плазмить не сразу и все такое я использовал лично внешне потому что так удобнее можно взять траекторию шире немножко здесь это в принципе не критично сделать хороший прямо буст но может быть не совсем хороший потому что место все равно мало но сделать более длинный такой более продолжительный буст и начинать плазмить по этой стене и в любом случае влетать как бы в эту стену потому что примерно делаешь гп здесь и как раз по дуге в эту стену врезаешься первые дымки у меня были по внутренней стене потому что казалось так и побыстрее но как правило с изменением общего роута я пришел к пусту по внутренней стене и заключительный момент дают нам здесь ракету и в принципе скорости точнее высоты джемпада не хватает сразу до финиша чтобы долететь поярче может немножко сделала чтобы увидеть в этом случае что у нас как бы очевидно можно выстрелить либо после джемпада допустим да вот так наверх финишировать либо в сам джемпад и но это посложнее но сам джемпад если мы попадаем то у нас как раз подкидывает на самый финиш либо как видим как делали вы кутришники некоторые просто с плазмы доплазмливать и все но естественно с ракеты так как она даст нам дополнительно еще скорости с ракеты самая быстрая вроде как все давайте выку 3 выку 3 я не играл но примерно свои соображения могу рассказать так скорости у нас здесь около 900 я думаю здесь можно делать в x и варианты по сути те же самые то есть можно отселиться от этой стены можно попробовать вылетать диагонально сюда да как-то вот ну вот в этот угол и отсюда уже отстреливаться то есть честно сказать я не представляю как вы кутришники очень быстро проходили эти пады я думаю в демке в топовых демках мы это увидим но суть в том что я скорее всего ну я предполагаю что делали они рокет в рампу допустим рокет куда-то в стену может быть потом не использовали до ловили только вот эти две ракеты и потом эти ракеты где-то отстреливались набирали скорость ну и дальше ну и дальше конечно где вам дают ракету финальная часть мы не можем сидеть там и ждать когда у нас сменится плазма на ракету потому что вы кутри это делается достаточно долго да по относительным меркам поэтому мы можем отключать cg авто свитч выглядит эта команда вот так вот делаем 0 то есть авто замену убираем и у нас не меняется автоматически оружие я обычно привык играется авто свитч 1 ну мне так удобно в этом случае у нас вы после климбы плазма не смеется на ракету и мы сможем после джимпада просто сразу же сразу же заплазмить на финиш какие у того куда же клип пост таким образом ну я думаю что вроде как все можем попробовать перейти к дымкам так что ну собственно давайте перейдем я может быть немножко растерянный потому что этот дольный кап тут еще везде под носом надо все очень много делать так что если что не серчайте ну и давайте как вы сейчас у к 3 начнем до набирал тут по этому туннелю очень много скорости в рампу ракету просто залетал и начинал с трейфом дальше проходить слезал последний под принципе тут это не так сложно и вот не успевает он попасть по идее ракета в джимпад и просто через рампу финишировал на 2 секунды почти декус тоже набирал максимально скорости в туннеле наперед не запускал более четенько здесь получилось отстрелиться и сразу же начинал прыгать на пады и так же с рампой финишировал странно почему они не догадались использовать плазму так лунтик на соточку перебил декуса а вот лунтик запускал наперед красава красава словил очень хорошие две ракеты и отлично залетел продолжит продолжил стрейфить и тут вот кстати делал небольшую остановку то есть видите вот это вот маневр с залетанием сразу на финиш он очень много дает потому что по идее у декуса старт быстрее наверное на секунды на секунду полторы до к примеру возьмем а лунтик сотку у него отжал имея старт хуже за счет того что на финише сделал такой маневр видите как она бывает римич на 40 перебил лунтика демка из онлайна у нас играл с форестахэ форестахэ наверняка опять стоял афикатом всегда всегда охранитель наших гтк северов красава так римич запускал ракету в стену но не получилось у него ее словить нужно скорости было слишком много они от меня пока смотрите как прыгает нормально и здесь просто ракетами от стены да тоже как вы как вариант почему бы и нет очень хорошее решение и тоже пройдено но вот единственный косяк с ракетой да было бы отлично конечно же ее словить и карус 17 7 на 600 перебил римича звуки вы как говорится а кто же ракета наперед но слишком долго он ее по сути ждал делал небольшой дела это тоже по времени немножко ударяет неплохой классик плазма климп и просто с ракетой финишу рад карту да да хорошо так хулиган на 300 перебил и каруса ты карус сдал позиции до фейки не рулят больше тоже демка из онлайн даму пивух на фоне прыгает видно хороший праздник не набирал максимально количество скорости в туннеле обратно тоже хорошо слился и начинал сразу же прыгать подошел до спокойненько но без косяков и вообще не использовал да ладно просто вообще не использовал джампад она в принципе и верно почему бы и нет потому что джампад он же все равно кидает тебя прямо а вы ку-3 если ты даже будешь потом плазмить по стене тебе нужно будет к этой стене вначале прислониться чтобы начинать плазмить а это тоже тратится время а тут видите какое решение он сразу подошел типа можно нон-стопом естественно это делать ну блин ну классно классно хулиган красава пока что за оригинальность ты пока кандидат кандидат пока молодец на 200 тебя нюк перевел хулиган старайся лучше почему тебя карты из кс перевод ну не хулиган и с ракетой просто но ты либо либо тогда тоже по идее быстро потому что очень много скорости после джампада появляется из-за ракеты уже очень хороший вариант так монстрик с большим отрывом в секунду у нас перебивает нюк потом не запись идет все хорошо тоже набирал максимальное количество скорости в туннеле неплохо отстрелился сразу же начинал стрейфить тут скорее всего из-за скорости он с таким большим отрывом был и да да неплохо кстати но тут и такой минус что если ты будешь плазмить слишком хорошо по стене у тебя будет очень много скорости ты не успеешь с ракеты добраться до финиша ты будешь врезаться в этот финиш по моему это так происходит так что но для его скорости это было самым быстрым вариантом но посмотрим как это люди сделали дальше еще на целую секунду игл перебил монстрика игол это кто может быть не знает старичок это советский дефрагер это просто легенда так стать 900 воу ракету вниз вот она вот она старая школа ребята да и успел тут тоже подняться неплохую ракету вниз кинул в жизнь вообще кианекс по ходу делал то же самое кианекс да следом этим и пока ивух там остался окей на соточку перебил кианекс игла ну игл горош давай возвращайся в наши ряды будем рады тебя видеть шпилин x тоже тоже кидал ракету вниз хорошо но я об этом не подумал на самом деле возможно это весь роут и есть да тоже очень хорошо очень хорошо сделал так рекрут на соток у еще перебил кианекса ну все вот дело в микро момента здесь очевидно что в определенных моментах где-то скорости больше и получается вот такие дела третье место кстати у нас забирают рекрут и с тем же самым местом у нас выходит фет сапсан когда ты его давно по моему видели это тоже кажется какой-то старичок без ракеты наперед вот вот тоже отличный вариант блин надо играть в ку-3 ого вот это ракета была очень много скорости он сохранил и такой ракетой почти под себяшки как бы стену залетел наверно очень быстро тоже получается третье место родили цель крутом поздравляшки кед у нас занимает второе место в ку-3 физики 15 ровно тоже просто максимальная скорости либерал отстреливался от стен как обычно и без ракеты без ракеты дел окей и ивух первое место 14 960 давайте глянем где же эти 40 что со звуком а он какой-то за какой-то модель ну то же самое по идее только без плазма с хорошей ракетой мы еще обязательно посмотрим в таймске давайте просто я модельку хочу посмотреть и это немножко измененным звук танкера окей и давайте перейдем в цпм 21 секунда онлайн овская демка блоки из круг харьков давайте глянем 21 и 4 очень много времени там потерял на запинках я не знаю мог бы и перепройти на самом деле сервер тайм 189 минут может быть даже очень долго пытался все это сделать очень много старался промахнулся в итоге еще мин мимо джампада и так уж вышло у него что он как-то не знаю ну две таких серьезных критичных ошибки в прохождении так бы мог сделать я думаю около 18 секунд но звезды не сошлись плутон там луна плутона не в той фазе и все такое 15 5 youtube перебивает на 6 секунд блоки с а да вот более чистенько просто прошел и 15 5 пожалуйста и вам просто с куста как говорится риммич 15-0 на 500 перебил youtube рил пеппер рил пеппер интересно очень хорошо падает вниз набирает достаточно много скорости хороший джампад от стрел и собственно повторил он грубо говоря демку в ку-3 и ставит 15 секунд на фрейм его перебивает зупер звучит просто фрейм фреймище отжимает фрейм это вам не 0-0-0-0-4 это вам 0-0-0-0-8 вообще-то интересный ролл тут видимо за счет скорости он этот фрейм отжал ну старт помедленнее по моему вот еще беда конечно в том что нету чекпоинтов но это я думаю не так критично мульт 14 6 перебил на 300 за перзвучит да ну и по сути все тоже самое просто немножечко пободрее да то есть нету не было каких-то запинок еще более чисто прошел без каких-либо изысков до экзотики и сделал пожалуйста вот вам плюс 300 буквально из ниоткуда евген над пару фреймов перебивает мульта 14 6 из пэнзы с небольшим таким при джампом делают очень много скорости по идее набирает в туннеле попадая сразу на первый пад нормально достреливает и давай немножко повезло конечно как будто вот стреля с ракетой казалось что не должен был попадать в джамп от но так вот все случилось еще на 40 перебивает катаруф отстреливался вот как раз от боковой стенки тоннеля и тоже хорошо попал джамп от и финиширу но тут основной плюс то что он отстреливался от боковой стенки тоннеля и по идее все а так на климбе там на повороте очень много потерял там по идее надо было бы когда делать по минус джамп на платформе ну в общем такое но микро моментами да как бы где-то ошибся где-то был лучше в итоге всего плюс 40 иван космобайкер 14 4 на 150 получается перебивает тоже хорошо отстреливается аж до потолка подлетает скорости тоже очень много и с использованием последнего пада как-то not finish по идее побыстрее был потому что больше скорости сохранил на этапе перед климбом как-то вот так вот может где-то на старте еще да но здесь нету чеков это конечно минус такой жесткий но если так на взгляд то вот эти вот моменты они немножко дали ему плюсом пулиган перебил ивана на 280 очень хорошо тут у него по скорости отстрелился от задней стенки и тоже делал такую небольшую дугу по тем не менее не очень много потерял скорости и просто очень хорошо финишировал в итоге произвести тоже получил так 14 120 фармбайт это по моему у нас шарлон на 80 перебивает хулигана делал даже небольшой грамм плазмобуст он кажется ему не особо чего-то дал долетал сразу до 2 паника ой как 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 закосячил ой 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 как так остановился так бы бывал сразу если в джампад было бы наверно секунд 13 а то и меньше жесть конечно вот это жесть чувак зафейлил окей эфиоп давно не виделись эфиоп привет на 300 ты перебил на 200 французского нашего шарлон танки так отстрелил сразу себя вниз тут тоже очень много набрал и на грубо говоря на повороте отстрелился очень много скорости и хорошая точная ракета джампад собственно да ну вот 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 пошли пошли у нас очень быстрые демки а лунтик 13 6 на 200 перебил эфиопа с плазмобуст он вниз себе не отстреливал но отстрелился неплохо ракетами от стены в рампу уроки ты на первый патт сразу попадал тоже использовал тот патт для спейсинга чтобы не очень много скорости потерять на по вроде потому что там можно пасть в воду и в принципе тоже точно также отличная ракета в джампад ну слушай лунтик ну красава же сам перевел все кстати оставил всех позади у хала 13 6 на 40 перебил лунтика получился делать бусты на видно проинспектировал вот чувак просто не поленился и проект про им про консфектировал наши туториалы по по плазмобустам естественно сразу же сделал этот буст такие вот дела так сити хабиб на 120 перебил ху халлу давайте посмотрим сити из красава хороший буст но не самый прям хороший гб по идее в рампу не особо получился отстрел достаточно качественный на скорости слишком много и пришлось здесь вилять но будет да будет минус жаб и это основной плюс ему дало потому что он сделал такой вот минус жаб старт по идее медленный а потом тоже пришлось вилять это тоже медленно по сути вот в конце он вытащил конечно в конце вытащил в конце молодец кипиш 12 2 динозавр челябинск кишки пиш я подумала оказалось вообще неплохие отстрелы вот здесь не вилял хотя скорость была такая же как и сити хабиба ей вот пожалуйста минус жаб и отличные ракеты дали в итоге в сумме около 200 но хардкор не так-то и прост делает несколько фреймов плюсом от кипиша сейчас мы посмотрим на все это дело тоже не вилял очень много скорости здесь по идее было еще делал поздно job небольшой скорости по идее меньше но на каком-то этапе видимо чуть-чуть получше сделал но разница всего несколько фреймов естественно именно так он и выглядит так торнер вверху ордер 12 идей на 300 перебывает хардкора но здесь не знаю здесь все молодцы в принципе сама по себе карта несложная и критики тут тоже как бы что говорить ну гбл не получился но и все это весь момент на карте по идее залетал на первую паду делал граунт буст не самый хороший очень слабенький точнее даже я бы сказал на сотку всего сделал но боялся там мне кажется что он боялся падать в воду потому что если там делать его очень хорошим то ты по идее соскальзываешь в воду потому что ты еще еще его из хейстом делаешь это что такие дела пуст на целых 900 обгоняет торнера занимает в итоге у нас четвертое место хотел бы сказать третьего нет нет четвертый да так получается более-менее хороший этот крышу густо браку и залетает сразу на вторую на пропад делает гб и по внутренней стенке просто финиширует и все просто развалила своего оппонента по всем статьям и карус занимает третье место 11 9 на соточку всего перебивает но какая эта соточка и карус и посмотрите что творит тут просто уже занимает какие места человек занимает 800 на вторую падик сразу залетел я писать там ошибся на вначале я говорил что на третье нет я заметил на второй немножко ошибся да но по идее точно такая же демка просто немного другой старт в целом все очень даже ничего ну и карус я не знаю я начинаю немножко бояться конкуренции он мне кажется скоро будет давать просраться всем 11 5 avenger второе место поздравляем тебя роде удачи тебе на дуэльном турнире и посмотрим вот хороший плазмоклим и вообще мой род как будто бы украл от дальней стены отстреливался и просто финиширует как как собственно и те ну и воде как это расшифровывается давайте сейчас скажу быстренько найду в течение че не нет не скажу не скажу не скажу как расшифроваться придумывать это наша новая команда с димона мы дачу мощи так люква нам придумал ну там что-то типа невероятное что-то там и это там вот это от 10 и 6 сделал до секунду почти перебил роде потом из димона даров пишет его играл я 11 минут 900 на вылете 1300 и какие вот дела давайте посмотрим демку ку-3 скейл 05 хорошая плазма плазма себя еще вниз толкал чтобы скорость больше вертикально было отличные ракеты здесь попал прямо в начало рампы это может быть не самый лучший расклад но подлететь в принципе получилось дальше у нас идет хороший стрейф это то что никита точно умеет делать и никита кстати тоже участвует дольный турнир и поэтому тебе тоже удача если ты вдруг это посмотришь но если не посмотришь ремонту удачи и отстрелился ракеты на финише кстати почти даже зацепил я бы сказал он мог бы мне растут зацеплял он очень часто и 10 и 6 от вуди делал буст немножко плазминок кидался ракетой вниз и вот здесь как бы без дабл джампа просто залетал на рампу дело небольшую дугу и отстреливался уже на пады с 1000 прилетаю особо ну пришлось немножко конечно повелять плазмобуст на 1480 немножко плазмок лимба и даже еще умудрился постройки в полете 10 и 6 в итоге сделал были еще не большие плюсы но я их не успел дожать потому что его прямо буквально за 10 минут до конца варкапа я сделал в общем давайте перейдем в браузер наш любименький такие вот у нас результаты в ку-3 ебух естественно 1 тет 2 и две бронзы у нас сапсаный рекрут в цпм у нас двойных мест нету 1 это вуди 2 эвенджер он же роди и 3 и карус с бронзой я тут пока смотрел таблицу отметил для себя что по-моему а вот римыч хол получил в цпм минус 13 получил цпм но плюс 14 в ку-3 что он в итоге получил плюс 1 рейтинг достаточно забавный способ обузиться по одному так неплохо было и в общем то можете также и посмотреть ссылка будет в описании пишите обязательно комментарии можете себе даже в контакте там на страницу отправлять чтобы про сайт дэв комс знали не только вы но и ваши друзья также у нас начался уже дуэльный турнир станет начался дуэльный турнир тизер вы можете посмотреть также у нас на канале либо на сайте дэв ком сможете его открыть показывать его сейчас не буду интересно может построить сам здесь у нас список игроков который уже ну который от квалифицировали и который принимают участие которые принимают участие у нас сделана зеленым цветом серая это те кто не сможет принять счастье те кто отказывается и вот мы видим что на замену то есть двое отказалось рекрут и пус и двое карс и кипиш идут к ним на замену марпак тоже отказался поэтому вместо него идет кипиш монтёр еще не подтвердил свое участие подтвердил не подтвердил хейз но самые такие так скажу основные до кого хотелось бы видите все будут играть и надеюсь будут играть достойно карты им выдали уже вчера ночью точнее сказать мало ли кто когда смотрит выдали 15 точнее 16 ночью в начале дня 16 числа так скажем мало ли кто как поймет в общем то такие вот дела спасибо огромное также пуни за то что он сделал нам данный тизер будет еще второй тизер который вы сможете посмотреть ближе к старту стримов и проходить будет дуэльный турнир на канале open cyber league ссылки все равно опять же все в новостях потом будут поэтому в общем то все всем ребят удачи обзор на следующий варкап к слову следующий варкап заканчивается у нас 21 они 22 как мог бы на день раньше чтобы не пересекался с дуэльным турниром поэтому ребят участники я вам настоятельно рекомендую это этот варкап пропускать сфокусироваться на картах дуэльного турнира на которой мы потом тоже конечно же сделаем обзор небольшой и в общем то всем участникам удачи буду рад всех приветствовать потом на стриме и надеюсь что все пройдет у нас отлично так что все ребят всем спасибо всем удачи и увидимся